Мы снова возвращаемся к нашим проблемам, и я хотел бы начать с вопроса, есть ли какие-нибудь вопросы к тому, что было в прошлый раз. Да, у меня есть вопрос. Может быть, я о нем думала, но, может быть, не до конца хорошо продумала. Это же интерспективность. Как возможно понимание друг друга? Если мы вчера сошлись на том, что люди не могут, вы говорите, но они же не могут полностью слиться, потому что это все-таки два разных и тела, понятное дело, и два разных разума и прочее. Но как возможно человеческое понимание? С точки зрения Платона идеи, наверное, были правильные ответы. Ну, то есть, и как это можно? Чтобы понимать другого, у вас должен быть стандарт. Этот стандарт – это идея. Как только вы открываете эту идею целиком, у вас появляется в руках Мерила. И вы можете понимать другого в рамках этого Мерила. То есть, насколько он отклоняется, не отклоняется от идеала. Исследование души также позволяет нам понимать собеседник. Из каких начал состоит душа? За что они отвечают? Какое правильное расположение этих начал? То есть, психология. Но по Сократу нет никакой души. Есть некая концепция души, как бессмертной. Мы это не обсуждаем. Но есть какая-то природа. Некие врожденные особенности. И так как они явно находятся только у людей, мы можем как бы понять или подумать, из чего они стоят и куда они склоняются. То есть, в любом случае, ответ не эмпатия, а ответ познания. Как мы можем понять другого человека? Через познание. Но не его познание, а абстрактное познание. И это абстрактное познание принять конкретным людям. Более того, вы должны помнить, что, естественно, для греков никакого человека нет. Потому что идея цельного человека – это христианская идея. Для греков есть муж, отец, гражданин, торговец, солдат, командир, политик и так далее и тому подобное. То есть, решающий вопрос – у тебя есть некая функция, или ты представляешь из себя набор каких-то функций, потому что один и тот же человек – это и муж, и отец, и гражданин, и, например, политик. И вопрос – насколько хорошо ты его выполняешь, то есть, насколько ты соответствуешь стандарту. Всему этому она учила меня всякий раз, когда беседовала со мной о любви. А однажды она спросила меня. Достаточно. Вы видите, что Сократ не просто рассказывает какой-то диалог с дядей моей. Этих диалогов как минимум два. А частей бесед как минимум три. Потому что потом у нас появится, чуть позднее, прямо в этом же, если мне не изменяет память, разговоре, резкий разворот, также отмеченный Сократом. То есть, мы говорили с вами в прошлый раз, что то, что делает Диатима с Сократом, это то, что Сократ пытается сделать с эгофоном, инициация. И вот это указание на то, что проходит какое-то время, означает, что, как в случае с речами Федора и Павсания, мы не видим дальнейшего хода, у нас нет одной связи. Поэтому, если первый обмен репликами Сократа с Диатимой – это начало инициации, то то, что происходит теперь, происходит через какое-то время после. То есть, уже в глубине инициации. Или даже уже после, если идти к инициации, через какое-то время. То есть, Сократ для нас, как и Апплодор, показывает начальную точку, и затем показывает последнюю и предпоследнюю точки. То есть, уже практически самый пик. Он не показывает весь поход. Весь этот поход мы должны попробовать с вами совершить сами. Для нас это уже не большая проблема, потому что мы уже знаем, о чем должна будет идти. Однажды она спросила меня, в чем, по-твоему, Сократ, причина этой любви и этого вожделения? Да, Эрос больше не демон. Теперь Эрос просто желание. Вы видите, если в прошлый раз они начали с того, что Эрос не бог, а закончили как бы описанием оттуда Эрос, кто такой Эрос, что он делает, то теперь, после перерыва, о божественности Эроса или о демоничестве Эроса вообще не встает никаких вопросов. Теперь это только психологическое явление. Не замечал ли ты, в сколь необыкновенном состоянии бывают все животные, иноземные и пернатые, когда они охвачены страстью детрождения? Они пребывают в любовной горячке сначала во время спаривания, а потом, когда кормят детенышей, ради которых они готовы и бороться с самыми сильными, как бы они ни были слабы сами, и умереть, и голодать, только чтобы их выкрыть и вообще сносить все, что угодно. О людях еще можно подумать, и продолжала она, что они делают это по вению разума. Но в чем причина таких любовных порывов у животных, ты можешь сказать? Люди ничем не отличаются от животных. Разум не делает нас особенными, потому что Эрос не есть результат разумности, и он не может быть контролируем разумностью. Два утверждения дает Диатима. Первое, Эрос ведет к сексу, и второе, Эрос ведет к заботе о потомстве любой ценой. Второе утверждение новое. Оба этих утверждения указывают на безумие, как противопоставленное разумности и расчету. И то, и другое, как инстинктивное поведение, а второе, как безумное поведение, неправильное поведение. Они подразумевают, говорят Диатима, отказ от себя, они подразумевают трагическую ситуацию, они подразумевают красота жертвы собой ради другого, жертвы собой ради потомства. Это напоминает нам о Федре, но Федр говорил, что влюбленные жертвуют собой ради любимых, однако родители жертвуют собой ради детей. Объяснение этому кажется довольно простое. Влюбленные жертвуют собой ради любимых, родители жертвуют собой ради детей. Родители и есть влюбленные. Влюбленные в кого? В себя. Конечно. Они жертвуют собой ради детей, потому что они влюблены в себя. Заметьте, Федр говорит нам, что самопожертвование возможно только при одном условии. Если боги есть. В смысле, если эта жертва потом приведет нас обратно в жизнь. Или если вслед за этой жертвой мы получим путев на острова блаженных. Как их? Но родители не получают ни того, ни другого. В смысле, она ведь говорит не о людях сначала, а о животных. Животные точно не получают второй жизни и точно не отправляются в аид или на острова блаженных. И в этом плане люди ничем не должны отличаться от животных. Жертвование собой ради ребенка должно заранее подразумевать награду, потому что это жертвование ради самого себя. Соответственно, это сейчас и будет объяснять дядям и Сократам. А еще как раз. Вот здесь, вот в этом абзаце мы обсуждаем уже С как некое желание, стремление. Да, как психологическое качество. Мы можем назвать его иррациональным? Я только что это сделал, да. Так почему вы говорите влюбленный, возлюбленный, то есть как будто это, ну как сказать, ну то есть это уже неосознанно, правильно? То есть влюбленный, возлюбленный, то есть он любит, можно ли так сказать, что мать ребенка любит не потому, что она любит себя, а потому что это просто вот иррациональная природная сила? Так это иррациональная природная сила в основе своей, подлинная природная сила, финальная, это любовь к себе, конечно. Это равно любовь к себе, то есть это тоже самое сила? Но вы же не хотите сказать, что любовь к себе является рациональной. То есть это не тот эгоизм, который мы понимаем в повседневной нашей жизни. А почему эгоизм, который мы берем в повседневной, не обязательно рациональный? Ну, зачастую в повседневной жизни мы говорим об эгоизме, как сказать, в таком рациональном. То есть я выгоду какую-то ищу, и поэтому я поступаю так. Нет, тот факт, что вы ищете выгоду рационально, в смысле добиваетесь, реализуете любовь к себе с помощью разума, не делает любовь к себе разумной. И я снова сказал, что не знаю. И ты рассчитываешь стать знатоком любви? Спросила она, не поняла этого? Но ведь я же, как я только что сказал, потому и хожу к тебе, Диатима, что мне нужен учитель. Назови же мне причину и этого, и всего другого, относящегося к любви. Да, а Диатима удивлена, что Сократ ничего не знает. Но Сократ отвечает ей выпадом. Именно поэтому ты и здесь. Назови же мне причину этого и всего другого, относящегося к любви. То же самое было в 206-д. Но там Сократ восхваляет Диатиму, тому же указывая, что она не единственный учитель. Тут Сократ уже не восхваляет Диатиму. Так вот, сказала она, если ты убедился, что любовь по природе своей – это стремление к тому, о чем мы не раз уже говорили, то и тут нечему удивляться. Ведь у животных, так же, как и у людей, смертная природа стремится стать по возможности бессмертной и вечной. Да. Так, ранее она говорила о бессмертии или вечности вместе с благом. Мы хотим блага. Мы хотим вечно обладать благом. Поэтому мы хотим вечности вместе с благом. Или благу вечности. Теперь этого нет. Она больше не обсуждает благо. Теперь она просто говорит о бессмертии. Почему так? Потому что благо и есть бессмертие. Хороший вывод, но я жду какой-то другой, более простой. Дело в том, что она обсуждает животных. Животные, естественно, никакой концепты блага не имеют и никакого блага не ищут. Но вы абсолютно правы. Желание владеть благом вечно означает желание жить вечно, потому что жизнь есть основание блага. Ну, жизнь есть основание владения благом. И, следовательно, кажется, что если жизнь есть основание владения благом, то жизнь и есть высшее благо. То благо высшее, которое становится источником всех остальных благ. Высшая идея – это идея блага, потому что она становится источником всех остальных идей, как от Солнца происходит всё остальное, всё живое. Поэтому, так как единственный способ обладать благом – это быть живым, то жизнь есть источник всяческих благ, и значит жизнь есть высшее благо. Высшее благо можно причинить не благо? Хороший вопрос задаёте. Более качественного основания для блага, чем жизнь, у нас нет. Именно поэтому это трагедия. Именно поэтому мы дефективны, мы ощущаем свою дефективность. Если бы мы были как боги, наша жизнь была бы основанием только блага. Но так как мы дефективны, лучшее, что у нас есть как основание блага – это жизнь, которую мы имеем. И в этом смысле мы вспоминаем проживание Сократа «меньше есть», «меньше работать», «меньше» и так далее, и так далее, и так далее, так как он хочет приблизить свою жизнь к божественной. А достичь этого она может только одним путём – порождением, оставляя всякие разновое место старых. Итак, мы стремимся к бессмертию, но единственный способ достичь бессмертия – это всё время. Так как наше тело точно смертно, так как наша жизнь точно конечна, то единственный способ достичь бессмертия – это продолжать жизнь. Не продолжать жить, а продолжать жизнь как таковую. У меня вопрос. Если человек конечен, если его жизнь конечна, почему, то есть, если в нём, в его природе не заложено бессмертие, почему, откуда это желание к бессмертию? Я знаю, как на это отвечают экзистенциалисты. Как отвечает классическая политическая философия? Ну, давайте мы попробуем сначала, как отвечает здесь и сейчас дядя Тима Сократа. Любовь к себе означает стремление для себя за получением блага. Мы задаёмся вопросом, что есть высшее благо. И отвечаем, высшее благо – это то, на основании чего возможно всякое другое благо. Иными словами, мы не должны выяснять, что есть высшее благо в смысле, может быть, это мужество, добродетель, богатство. Нет. Мы точно знаем, что есть основание всяческого блага в нашей жизни. И это наша жизнь. Если высшее благо в нашей жизни есть жизнь, а мы по определению хотим обладать благом, а когда мы хотим обладать благом, мы хотим обладать им вечно. Вот оно, стремление к бессмертию. Ну, то есть, у животных же нет такой трагедии. Почему это чисто человеческое... Не-не-не-не-не-не-не. А Диатима вам то ли что сказала, что это не человеческое, это универсальное. Ну, у них тоже, то есть, просто они рациональные рефлексии на таке об этом. Да. Эрос есть нерациональное стремление. Конечно. Да. Хорошо. Я с ним говорю. Я немножко с другой стороны. Давайте. Я с ним говорю, что еще лучше, чем обладать благом. Только обладание благом вечно? Да. Ну, скажем так, нам необходимо здесь градация просто потому, что обладать благом можно единомоментно, а можно обладать им дольше, чем единомоментно. Да. В этом случае, поскольку у нас все еще не определено благо, как жизнь, мы все еще не поставили знак равного. Потому что знак равного здесь, мне кажется, ненегидимен. Если благом у нас является нечто, чего мы желаем для себя вечно, и у нас есть проблема с тем, что мы сами не вечны, мы возвращаемся к богам, потому что боги блаженные. Надо быть к богам. Богам ничего не нужно. Да. Мертвым ничего не нужно. Если боги действительно есть, то мертвым много чего нужно, потому что в аиде их стращают. В аиде не очень хорошо жить. Но мы не в аиде, мы не мертвы, мы живы. Именно тот факт, что мы не прыгаем из окна и не вешаемся, уже подразумевает, что мы определились с тем, что такое высшее благо. Точно так же, как животные, не самоубиваются, только если не защищают детей, потому что они уже знают, что такое высшее благо. Иными словами, помните, она говорит, нет, знание, есть только правильное мнение, мнение, которое мы можем обосновать. И я спрашиваю вас, а как мы вообще можем обосновать, что это мнение, как мы можем доказать, что это мнение правильное. В смысле, как философ отделяет правильное мнение от неправильного. И кажется, Диатима, мы еще должны будем посмотреть на реакцию Сократа, говорит нам, что правильное мнение является универсальным мнением. В смысле, то, что будет присутствовать у всех, мы не знаем почему и не можем объяснить почему, поэтому это незнание, то и будет правильным мнением. Поэтому она не разделяет людей и животных, а говорит, смотри-ка, у всех вообще есть какие-то стандарты поведения. Эти стандарты поведения подразумевают, что все вообще согласны. Мы исключаем редкие случаи самоубийства для людей, что все вообще, или подавляющее большинство, 99,9, согласны в чем-то. А именно в том, что жизнь есть высшее благо. И в том, что это высшее благо должно быть продлено как можно дальше, даже за счет его личной потери. В смысле, животные жертвуют собой ради своего потомства. И у меня тут вопрос. Можно ли мы тогда сказать, что правильная философия – это та философия, которая базируется вот на этом высшем благе и которая направлена на поддержание жизни и творческой силы человека именно живого, естественно. Я сказал вам две вещи. Жизнь есть высшее благо, и мы можем пожертвовать этим благом, если мы собираемся продлиться немного дальше, чем жизнь. Животные их потомства. Диатима схватится за это и скажет, что потомство – это очень дешевый способ продлить себя. Есть более дорогие способы продлить себя. Есть более эффективные способы продлить себя. Уже доступные только люди. Это и будет память. Ну, в смысле, слава от поэзиса. Да, да. Слава через творчество. Слава через созидание. Но мы также должны будем помнить, что на финальной ступени лестницы Диатимы происходит полный отказ от всякого творчества. Там только созерцание. Там нет созидания. И я снова должен буду вам напомнить, что этот ответ Сократа – только созерцание, не созидание. Не есть ответ Платона, потому что Платон занимается созиданием. В этом они расходятся. И в то же время именно это расхождение делает путь Сократа абсолютно успешным. Давайте я пошучу и скажу вам. Ведь Платон – это и даже не имя. На самом деле его зовут Аристокл. Спросите философа-первокусника, кто такой Аристокл. Он никогда вам не скажет. Почему не знает? Хорошо, да? Можно ли мне сказать, что благо универсальное и благо естественное? Просто она обращается даже потом? Да, вполне, вполне, пожалуй. Это значит, что благо политическое? Точнее скажем так, у нас не может быть истинного мнения насчет политических вещей. Это все абсолютно правильный ход. Если только мы не откроем естественные цели человека. Что-то объединяет человека и других животных универсальное, но что-то объединяет всех людей вместе. То, что делает их людьми. Но это перестает быть универсальным? Нет, почему? Нет, 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 почему? Это все еще остается универсальным. Так как политическая деятельность свойствует только людям, то естественная политика будет то, что объединяет всех людей. Не всех людей и всех животных, а только всех людей. А у нас есть те люди? Классическая политическая философия считает, что мы сможем это сделать, как только мы откроем естественную цель человека. А действительно он скажет, что человек отличается от других животных разумом. Естественная цель человека – это использование разума. И дальше включится Данте и скажет, окей, политический порядок, и мы до сих пор живем в этой концепции. Единственный правильный политический порядок – это такой политический порядок, который позволяет всем людям пользоваться разумом. Это универсальная свобода и универсальный мир. Отсюда Данте-анархия, отсюда коммунисты, отсюда либералы, отсюда все остальные. Пользоваться разумом, говорит Данте, можно только тогда, когда ты не голоден, тебе не холодно и тебя не бьют. Поэтому идеальный политический порядок – это политический порядок, который обеспечивает всем людям, а значит он универсальный, отсутствие голода, отсутствие холода и отсутствие войны. Ну, Данте назовет это справедливостью мир. Но я специально напоминаю вам, что это не ответ Аристотеля, а это ответ людей, которые читают Аристотеля. И это не ответ Платона. Просто в таком случае, если у нас есть место менее универсальное, то есть распространение 6-й человек людей, и более универсальное, захватывающие животные, то более универсальное, соответственно, будет револировать на менее универсального? Мы можем так сказать, но, к сожалению, у животных нет политики, у животных нет строя. Вы находите на очень хорошую проблему, почему философ находится вне политики. Потому что, когда он пытается найти универсальный ответ на универсальный и серьезный вопрос, выясняется, что политика не предельно универсальна. В то же самое время мы можем сказать, что универсальней является тот факт, что следует Аристотелю, конечно, что каждое животное имеет свое предназначение – филеологию. И тогда мы снова возвращаемся, да, то есть чем человек отличается от других животных, то и есть его естественная цель, и естественная цель определяет его бытие. Опять же, кто к нему ближе, кто к нему дальше. Давайте тогда продолжим. Ведь даже за то время, покуда о любом живом существе говорят, что оно живет и остается самим собой, человек, например, от младенчества до старости считается одним и тем же лицом. Оно никогда не бывает одним и тем же, хоть и числится прежним, а всегда обновляется, что-то непременно теряя, будь то волосы, плоть, кость, кровь или вообще все телесное. Да и не только телесное, но и то, что принадлежит душе. Ни у кого не остаются бесперемен ни его привычки и нрав, ни мнения, ни желания, ни радости, ни горести, ни страхи. Всегда что-то появляется, а что-то утрачивается. Да, заметьте, что когда она говорит о теле, она говорит, что тело все время только что теряет. А когда она говорит о психологии и о душе, она говорит, что что-то появляется, а что-то исчезает. Тело все время только теряет, оно не добавляет нового. Ну как не добавляет нового? Волосы растут, ногти растут, даже зубы растут. Но это как раз старое, вы теряете, да? Вы не получаете. А, эластичность кожи есть. Да, да, да. Диатима говорит, бессмертие индивида невозможно. Возможно только бессмертие вида. Вид остаётся одним и тем же, продолжая постоянно обновляться. Как постоянно обновляется тело, всё время оставаясь одним и тем же телом. Жизнь тела – это постоянное теляние, постоянное развлажение. Жизнь тела – это умирание. Если жизнь тела – это умирание, то сама по себе смерть становится второстепенной. А значит, её избегание, личное бессмертие, также становится второстепенным. Второстепенным становится сохранение того, что может обновляться. А обновляться может вид. Мы всё время спотыкаемся и спрашиваем, какой вид мы должны обновлять. И ответ-то, конечно, свой вид. Диатима пытается увести нас от эгоизма, а мы пытаемся в этот эгоизм вернуться. Потому что, естественно, человек не обновляет других видов, кроме своего собственного. И всякий зверь не обновляет других видов, кроме своего собственного. Вид или род? Да, потому что вид мы же не можем. Это воспроизведение человека вообще в принципе человечества или воспроизведение собственной види? А, нет, вид, вид, конечно, речь идёт о виде. О биологическом виде. То есть речь не идёт о фамилии или о клане. И тут вдруг впервые она вспоминает душу. В каком контексте она вспоминает душу? Две вещи. В отличие, душа напрямую связана с телом. И душа изменчива. Она находится в становлении. Бессмертие души подразумевает, что она не находится в становлении, как вы понимаете. Что она находится в бытие. Так вот, этого не получается. Но, в отличие от тела, она также говорит, что душа не только теряет, но и приобретает. Что приобретает душа в первую очередь? Знания. Потому что, если бы душа не приобретала знания, диатима бы не смогла научить сакрам. Ещё удивительнее, однако, обстоит дело с нашими знаниями. Мало того, что какие-то знания у нас появляются, а какие-то мы утрачиваем. И, следовательно, никогда не бываем прежними и в отношении знаний. Да, остановитесь. И это ещё один удар против такт-сакрамской теории души. Потому что теория души напрямую связана с теорией припоминания. Теория припоминания гласит, что все знания уже есть у нас в голове. Мы должны их только вспомнить. Детям говорят, что какие-то знания прятаются, какие-то теряются и так далее. Такова же участь каждого вида знаний в отдельности. То, что называется упражнением, обусловлено ничем иным, как убылью знания. Ибо забвение – это убыль какого-то знания. А упражнение, заставляя нас вспоминать забытое, сохраняет нам знание настолько, что оно кажется прежним. Так вот, таким же образом сохраняется и всё смертное. В отличие от божественного, оно не остаётся всегда одним и тем же. Но, устаревая и уходя, оставляет новое своё подобие. Тирада о знаниях – очень странная тирада. Потому что, по идее, знания существуют в пространстве идей. Знания вечны. Но в нас знания становятся временными. Не только в смысле смерти, но и в смысле забывания. Неужели она хочет сказать, что познание не может быть закончено из-за постоянного забывания? Что мы не можем приобщиться к вечности напрямую через знания? Неужели Сократ находит собственную критику? А почему не можем, если мы знания передаём новому знанию потомству? Не-не-не-не, мы всё время забываем. Что мы забываем? Знания. Если существует мир идей, в смысле, если классическая парадигма рациональности или разумности человека заключается в том, что знание отличается от мнения тем, что знание вечно. Оно одно раз и навсегда. Помните, как у Алисотеля в логике, в силамистики? То Диатима нападает на эту концепцию. Знание не вечно, точно так же, как душа не вечно. Знание временно. И более того, мы всё время должны поддерживать его в себе. Потому что становясь временным, оно постоянно от нас текает. Оно постоянно уходит. Мы можем по-другому это посмотреть? Давайте. Знание вечное, мы это понимаем. Человеке, как утверждается против «бы», знание становится конечным. Да, правда. Но беда в том, что... Небеда точно. Мы можем посмотреть на один момент, что человек приобщается к знаниям, а потом разобщается к сознанию. Знание не меняется. Он как было, так остаётся. Но человек становится к нему ближе, и вы становитесь от него дальше. Это бы замечательно работало, если бы мы уже не согласились, что Сократ считает, что знание либо недоступно, либо отсутствует. Диатима ведь говорила нам до этого, что знание, мудрость, доступно только богам. А у нас только либо мнение, либо правильное мнение. Поэтому я так и говорю. Мы можем быть ближе, можем быть дальше. Мы не можем быть ближе или дальше, потому что у нас нет критерия. Так как мы не можем объяснить, почему правильное мнение является правильным мнением с точки зрения знания, именно это и отличает правильное мнение от просто мнения. Мы не можем объяснить, собственно, ближе мы находим, мы не можем знать, ближе мы находимся или дальше. Знать мы, конечно, не можем, ничего не можем знать. Да. Но на границе при этом мы вполне можем, просто потому что у нас есть конечная точка. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Если знания нет вообще, у нас нет более или менее истинного знания, а значит, у нас нет правильного или неравильного мнения, потому что мы можем быть ближе или дальше к истине. Здесь то же самое, мы можем быть ближе к этому знанию и помнить его, быть способным и распоряжаться как угодно, мы можем быть дальше, забывать. Мы сегодня с вами, кажется, начали с того, что предложили критерий истинности мнения, как бы работающий, и он уже не будет связан со знанием. Давайте попробуем по-другому. В Диатиме очень важно что-то сделать, так как это уже середина инициации или близко к концу, да, то есть уже Сократ все должен понимать или скоро должен начать все понимать. Диатима должна избавиться от бессмертия души. И Диатима говорит, то, что временно, то не может быть вечным, то, что меняется, то не может быть вечным. Душа меняется. Но тогда у Сократа возникает классический такой позитивистский ход. Знание – это все время одно и то же, значит, знание – это наш способ приобщаться к вечности. И тогда она говорит, знание тоже не вечно, знание тоже только временно. А можно пример? Как знание забывается? Знание Эйнштейна перешло нам до сих пор. Это будет ее следующий ход. Знание Эйнштейна перешло нам, и в этом смысле он сам себя продлил. Да, но можете ли вы себе представить, что это знание будет забыто? Давайте я приведу вам пример. Один из моих любимых. Где-то в третьем веке нашей эры римляне изобрели паровой двигатель, а потом второй раз его изобрели в восемнадцатом веке. Знание было потеряно? Абсолютно. Вы сейчас говорите нам, откуда вы это знаете? Куда оно потеряно? В смысле, когда оно было потеряно, оно, естественно, было потеряно. То есть мы его сейчас заново нашли полторы тысячи лет, никто ни про какой паровой двигатель вообще не думал и не знал. Хорошо, а можем ли мне рассказать, что теряете ли что знание, которое не является... А проблема-то в том, что оно все такое. Между Сократом и Фрейдом нет психологов. Ну, давайте, между Платоном и Ницше, чтобы не было спокойно. Нет психологов. Ну, то есть, смотрите, знание, которое зиждется на нашем благе, а наше благо есть в жизни, оно никуда не денется. Все остальное, телефоны и прочее, может сняться. Но это знание, знание того, как мне есть, чтобы выжить, и как мне добыть себе пищу, оно никуда не денется. Обладает ли животное знанием? Тогда получается, что да, таким образом. А вот ответ-то нет. И значит, это просто не знание. В смысле, ребенок ничего не знает, но он же может пихать себе в рот всякое. А почему мы не назовем врожденный вот этот листин знанием? Это врожденное знание. Я же знаю, как мне пойти и добыть себе пищу. Даже если я не разбираюсь в антой теории. Именно поэтому мы не можем назвать это знанием. Потому что мы точно знаем, что организмы, которые ничего не знают, это могут. Знаете, почему он не забывается, мы с него можем ответить? Потому что он не познается. Никто не учится совать себе в рот еду. А это значит, что это знанием не является, потому что оно не познается, оно не приходищее. Хорошо. Вот к одним способам Сократ заключила она. Приобщается к бессмертию смертное и тело, и все остальное. Другого способа нет. Не удивляйся же, что каждое живое существо по природе заботится о своем потомстве. Бессмертие ради сопутствует всему насыщению. Рочительная это любовь. Я отскваю вас к государству 1330С, чтобы снова указать вам на то, что я уже вам 10 раз сказал. А именно, что Эрис – это любовь к себе, а не любовь к красоте или благу. Выслушав ее речь, я пришел в изумление и сказал, неужели премудрая Диатима – это действительно так? Да неужели Диатима – это действительно так? Соответственно, Сократ недоволен еще сильнее, чем раньше. В 205С она сказала ему «не удивляйся», но он не может не удивляться и задает вопрос. И она отвечала, как отвечают истинные мудрецы. Но, конечно же, в оригинале она отвечает, как подлинный софист. И что же это за фраза, которая отвечает от подлинных софистов? Может быть, уверен в этом Сократ? Будь уверен. Если мы посмотрим на платоновское употребление этого словосочетания, то мы увидим, что так говорят только окончательные глупцы. Так говорит Евтидем – 274А, так говорит Лахет – 192С, так говорит Критий – 157Д, так говорит ИОН – 536Е, 541Б. Помните, ИОН – это лапсот, который ничего не понимает. А дальше начинается более интересная штука, потому что это словосочетание повторяется с десяток раз в одном произведении, где говорит Сократ. В ипологии Сократа. И это указание на то, что в ипологии Сократа Сократ ведет себя, как глупец. Может быть, потому что он ведет себя, как высокист, потому что как филосы его уже судят. Что мы называем глупостью до этого момента? Почему? Что такое мания? Плодор – ненависть к самому себе. Это и есть величайшая глупость, которая заставляет выглядеть его маньяком. То же самое происходит и в Сократе. Сократ собирается умереть. И апология – это акт сознательного самоубийства. Поэтому он употребляет фразу «Будьте уверены». Он также, насколько мне помнится, употребляет ее в Критоне разочек, но опять же, в данном случае, чтобы заткнуть Критона за пояс. То есть он снова ведет себя, как глупец. Критон говорит, побежали, а он говорит, нет, я останусь умереть. Конечно, это указание нам нужно в качестве примера того, как вообще надо читать серьезно по духу. Повторяющиеся фразы произносятся определенными людьми в определенной ситуации. Я уже указывал вам на то, что Аристофан начинает как аполодор. И на самом деле подлинный анализ, конечно, должен будет включать в себя глубокий лингвистический анализ употребления определенных оборотов. Ну что ж, давайте тогда дальше. Итак, Сократ сомневается, а Диатима говорит. Возьми ли твой честолюбие, ты удивишься его бессмысленности, если не вспомнишь то, что я сказала, и упустишь из вид, как одержим люди желанием сделать громкое свое имя, чтобы в вечное время стяжать бессмертную славу. Да. В Аполлокии Сократ скажет, что он убеждал всех в том, что из душа истинный добродетель, потому что видел, что все занимались глупостями, занимались стяжанием денег и славы. Но, кажется, старый Сократ или стареющий Сократ, или Сократ после того, как он стал философом, после разговора с Дядьмой, не очень разделяет эту идею Диатимы. Бессмертная слава кажется абсолютно бессмысленным занятием, если только мы не посмотрим на нее с точки зрения слова «бессмертная». Ради которой они готовы подвергать себя еще большим опасностям, чем ради своих детей. Тратить деньги, сносить любые тяготы, умереть, наконец. Да. Итак, люди отличаются от других животных тем, что они имеют второй вид бессмертия, кроме потомства. Славу. В этом они походят, между прочим, на агафоновских богов, 197 АБ, когда Элос делает Аполлона создателем искусств и прославляет его как создателя искусств. Эта слава есть результат разумности людей. Языка, закона, обычая. Эта слава неестественна. Люди отличаются от других животных тем, что они способны нечто созидать. Созидание и бессмертие связаны друг с другом. Особый Элос, человеческий Элос и созидание связаны друг с другом. Ты думаешь, продолжала она, Алекститик захотелось бы умереть за Адмета, Ахиллу, Слезопатроклом, Авашему Кодру? Вы узнаете эти имена. Это все укол Федора. Ради будущего царства своих детей, если бы все имени надеялись оставить ту бессмертную память о своей добродетели, которую мы и сейчас сохраняем. Остановитесь. Это все примеры Федора. Кроме того, что на что заменяет Дядь Дима? У Федора было три примера. Аклистида, Ахилл и Орфей. Орфей заменяется на Кодра. И, конечно же, мы уже не будем слушать Орфея, мы все рассказали про него. Поэтому, стоит сказать про Кодра, решающее свойство Кодра заключается в том, что Платон – это подмог Кодра. Забота о потомстве может быть связана с заботой о славе, создании династии. Если бы все имени надеялись оставить ту бессмертную память о своей добродетели, которую мы сейчас сохраняем. Я думаю, сказала она, что Диатим затыкает Федор за пояс. Герои не любили своих любимых. Они любили бессмертную славу. И из любви к бессмертной славе, из желания бессмертия, они и совершали то, что совершали. Они и жертвовали собой. Тут же и ответ Павсанию. Если Эрос – это жажда бессмертия, которая достигается через славу. Какую? Славу чего? Славу добродетели. Добродетель – это средство к славе. И добродетель – это не единственное средство к славе. Я напомню, что слово «добродетель» по-гречески называется «арэте». И вообще очень некрасиво переводить «арэте» как «добродетель». Потому что «добродетель» – суббохристианское слово. Ну, добро там в центре есть. «Арэте» было бы куда более правильно переводить как «превосходство». Ну, например, «арэте» военного дела – это мужество. В войне побеждает тот, кто будет мужество. Или «арэте» государственной жизни – это справедливость. Тот, кто справедлив, тот и более лучший. То есть то, чем вы превосходите других, как бы и есть добродетель. Поэтому «эрос» и «добродетель» связаны не тем фактом, что саития мальчика с мужчиной делает мальчика добродетельными. «Эрос» и «добродетель» связаны тем, что «добродетель» как «превосходство» создает славу. То есть, если вы превзошли Ахилла мужеством, то вас запомнят явно лучше, чем Ахилла. Если вы превзошли Сократа мудростью, то вас запомнят явно лучше, чем Сократа. Таким образом, кажется, «эрос» должен пропагандировать или продвигать, промоутировать в людях добродетельных. Но я напоминаю вам, что Сократ уже рассказал нам, что он сокроет уродливую часть «эроса». Если «эрос» – это стремление к бессмертию, а сугубо-человеческая часть «эроса» – это стремление к бессмертию через славу, можем ли мы сказать, что только добродетель достигает наиболее бессмертной славы? Не может добродетель, как бессмертная слава, потому что запоминает края. Другое дело, что зеркальности могут быть нехорошими. Вот. Это то, к чему я клоню. Конечно же. Помните сумасшедшего, который собирался разжечь храм Артемиды? Чтобы его имя навсегда запомнили. Когда он сжёг храм, народное собрание постановило, что его имя должно быть навсегда забыто, что его имя запрещено произносить. Ну, именно потому, что он этого и хотел. Но это имя до нас дошло. Не так, как дошло имя других. Если стремление к бессмертию – это стремление продлить себя во времени, то какая вам разница, как именно ваше имя дошло в это время? Я говорю, что добродетели фиктивнее. Хорошо, 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 хорошо. Ахилл – это великий герой древности. Он на стороне добрых. Очевидно, те, с кем он сражается, в стороне злодеев. Мы ведь помним Гектора и Париса и Приама. Мы ведь помним Париса, потому что, помните, Парис – это трус. Парис – это злодей, он крадет чужую жену. И Парис – это дурак, потому что… Вы ведь помните, как он крадет чужую жену? Он нравится трем богиням. И три богини говорят. Выбери одну из нас, и тебя отдали. И он не выбирает ни Афину, ни Афину, ни, по-моему, Геру. А выбирает Афродиту. И она дает ему супер яблоки, и Елена становится его. Опять-таки, когда первый раз мы с вами заговорили о Ильяде, я помню, как вы сказали, как там его звали насчет Париса. Это психологическое наблюдение моей забывчивости. Наша цивилизация помнит их всех. Он играл такую роль, как Агамимн. Самое страшное, что Агамимн в этой истории тоже злодей. Но он идет возвращать жену брата. Он идет завоевывать мир. Никакая жена, никакого брата его не интересует. Если вы жены брата не похитили, чтобы быть величайшим героем, то есть прибыль этого добротека, высшего добротека, мужества. Он уже величайший злодей. Вы не можете запомнить героя, если не запомните злодей, которого он победил. Вы в любом случае запомните злодей. Но злодея можно запомнить не только через его героя, а героя без злодей не помните. А какие у Чехова были злодей? Мы их не помним. Я не считаю. Если вы лично не помните... Я же не говорю, что не помнит. Я говорю, что да, эти средства хороши для славы. Но добродетель выигрывает. Она более эффективна. Она более... Лучше запоминается. Чикатилу мы помним, а кто его поймал, нет. Кто его поймал? Поймать Чикатилу уж явно добродетельно, чем делать то, что Чикатилу. А знаешь почему? Потому что те, кто ловили Чикатилу, перед Чикатилу они поймали несколько людей и посадили их за шоку. То есть они злодеи? Ну, можно сказать, да. Значит, они все остались. Значит, там не нужен герой, чтобы там злодея. Хорошо. Ну ладно. Не-не-не-не, у вас абсолютно правильная направленность. Я рад, что вы так думаете. Хорошо. Так, я думаю, сказала она, что все делают все ради такой бессмертной славы об их добродетели. И чем люди достойнее, тем больше они и делают. Бессмертие, вот чего они жаждают. Я напоминаю вам про рассказ про Диагеракли, который у Ксенофонта есть. Добродетель обещает Геракли, что, если он последует ее пути и будет ее прославлять, его запомнят. Помните, она говорит, у свада добродетельному человеку это тот факт, что в старости его чтут молодые, и ему есть что вспомнить, его подвиги, и его уважает отечество. И так как вы уже знакомы с рассказом про Диагеракли, то вы можете понять проблему. Проблема заключается в том, что ни один из видов бессмертия, ни биология, ни слава не являются на самом деле бессмертием. Банально потому, что мы уже забыли огромное количество героев прошлого, и мы забудем еще большое количество. Но главное, биологический вид человек не является вечным. Никакого бессмертия не существует. Существует только семя бессмертия. Точно так же, как вы не можете знать, что случится с вашими правнуками, в смысле, будут ли у них свои дети. Точно так же вы не можете знать, что случится с вашими усилиями по саморославлению. И так, бессмертие, вот чего они жаждут. Те, у кого разрешится от времени стремиться тело, продолжала она, обращаются больше к женщинам и служат эрой именно так, надеясь деторождением приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе память на вечные времена. В оригинале бессмертие, слава и счастье. Слава в центре. Бессмертие, слава и счастье. Потому что счастье это обладание благом. Обладание благом вечно. Обладание благом вечно значит бессмертие. А это бессмертие обеспечивается славой. Беременные же духовно? Ведь есть и такие, пояснила она, которые беременны духовно. Смотрите, вот это вот ведь есть и такие. Явно подразумеваю, что таких гораздо меньше, чем всех остальных. Которые беременны духовно и при том в большей даже мере, чем телесно. Беременны тем, что как раз души и подобает вынашивать. А что и подобает вынашивать? Разум и прочие добродетели. Родителями их бывают все творцы и те из мастеров, которых можно назвать изобретательными. Бессмертие через создание нового. Первый тип бессмертия это добродетели. Будь добродетельным и тебя запомнят. Второй тип бессмертия через созидание. Ну, то есть, это все еще тоже бессмертие в славе, но вы можете быть добродетельным, а можете быть созидающим. Самое же важное и прекрасное это разуметь, как управлять государством и домом. И называется это умение рассудительностью и справедливостью. Управлять государством и домом это заниматься политикой и экономикой. Это называется рассудительностью и справедливостью, но, естественно, это называется умеренностью и справедливостью. И самое важное, что тут нет ни слова про мудрость и мужество. Ну, потому что речь идёт о политических условных добродетелях. Кажется, Диатима говорит, что высшая форма созидания – это политика и экономика. То есть созидание, ремесленники, творцы и прочие, а потом политика и экономика. Аристотель не согласен с единением политики и экономики в своей политике 1252а-515. Он как раз бросает Платону, упрек в том, что политик не экономист. В смысле, отец не есть сами. Когда Аристотель классифицирует свои науки, он же как раз-таки политику и экономику. А, нет, политика и этика, да, у него, видимо? Да, политика и этика, да, 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 он пишет в этике, что да. Политика и экономика вместе работают на умеренности и справедливости. Государство 331-С, Федон 82-Б. Вопрос, а что работает на мужестве и мудрости? Так вот, кто с молодого вынашивает духовные качества, храня чистоту и с наступлением возмужалости, но испытывает страстное желание родить, тот, я думаю, тоже ищет везде прекрасное, в котором он мог бы разрешиться от бремени, ибо в безобразном он ни за что не родит. Беременный, он радуется прекрасному телу больше, чем безобразному, но особенно рад он, если такое тело встретится ему в сочетании с прекрасной, благородной и даровитой душой. Для такого человека он сразу находит слова о добродетели, о том, каким должен быть и чему должен посвятить себя достойный муж, и принимается за его воспитание. Да, три вещи. Какие слова он находит? Слова о добродетели, каким надо быть и что надо делать. Добродетель, каким надо быть и что надо делать, это три разные вещи. Проводя время таким человеком, он соприкасается с прекрасным и родит на свето, о чем давно беременен. Беременен, по идее, в языком языке, но честно. Да, значит, это ответ Павсанию. Высшая форма образования – это учение о рождении в красоте, умеренности и справедливости двух добродетелей, двух политических добродетелей. Сократ обладает таким искусством, как он говорит нам в Таи-Таи-Таи. В то же самое время проблема с сократом заключается в том, что обладая таким искусством, обладая такой способностью, он не обладает способностью рождать, он бесплодит. Всегда помня о своем друге, где бы тот ни был, далеко или близко, он сообщает с ним, растет свое детище, благодаря чему они гораздо ближе друг к другу, чем мать и отец, и дружба между ними прочнее, потому что связывающих дети прекраснее и бессмертнее. Прекраснее и бессмертнее снова показывает нам, что красота и бессмертие – это разные вещи. Иными словами, можно добиться бессмертия не только с помощью красивых, но и с помощью уродливых поступков. Ну, я думаю, это логично. И заметьте превосходную форму – прекраснее и бессмертнее. Если что-то может быть прекраснее, чем другое, то мы можем подразумевать, что есть нечто красивое, а есть нечто более красивое. А как быть бессмертнее? Получается, что есть бессмертное и есть нечто еще более бессмертное. Именно ставя эти слова в превосходную степень, вот он указывает нам, что бессмертие не существует, а существует только семья бессмертия. То есть можно продлить себя на чуть-чуть, а можно на еще побольше. Да и каждый, пожалуй, предпочтет иметь таких детей, чем обычных, если подумает о Гомерике, Сеуле и других прекрасных поэтов. Ага. И смотри, после политиков, политиков и экономистов, вперед идут поэты. Ремесленники, политики, поэты. Ага. Чье потомство достойно зависти, ибо оно приносит им бессмертную славу и сохраняет память о них, потому что и само незабываемо и бессмертно. Да. Их потомство – это, понятное дело, шутка, потому что речь идет о книгах, а не о детях. Ага. Или возьми, если угодно, продолжала она детей, оставленных ликургом в лакедимоне. Дети, оставленные ликургом в лакедимоне – это закон ликурга. Ага. Детей, спасших лакедимон и, можно сказать, всю грекцию. В почете у вас и салон, родитель ваших законов, а в разных других местах, будь то у греков или у варваров, почетом пользуются мгод других людей, совершивших множество прекрасных дел и продивших разнообразные добродетели. Да, но вы чувствуете шутку. В почете у вас салон, родители ваших законов, а в других местах – другие люди. В смысле, есть ликург, а есть салон, который вот у вас, как и другие люди в других местах. Политика и поэзия вместе рождают разнообразные добродетели. По идее же у нас есть список добродетелей. Что это за разнообразные добродетели такие? Это нам станет понятнее только, когда она скажет, что разнообразным добродетелям противостоит подлинная добродетель. И в этом смысле выше политики и поэтики, и поэзии находится философия, которая одна только рождает подлинную добродетель. Ни одно святилище воздвигнуто за таких детей этим людям, а за обычных детей никому еще не воздвигали святилища. Почему поэты находятся выше политиков, хотя стоят перед политиком, то есть ниже политиков? Помните, сначала Гумер, а потом ликург и салон. Все очень просто, потому что поэты обожествляют политиков. И обожествляя их, поэты сохраняются сами, заодно объясняя, что такое политика, что такое справедливость и умеренность. Поэзия учит политиков. И в этом смысле Сократ соблазняет Акафона начать учить политиков. Однако надо помнить, что Сократ и сам политический философ. И значит говорит о политике, а не о физике и метафизике. А значит и сам Сократ должен каким-то образом быть связан с политикой. Но теперь мы, кажется, понимаем каким. Сократ бесслорден, но он помогает рождать другим. Влиять на политику он собирается, помогая поэтам рождать необходимые концепции. Прославлять каких-то конкретных политиков, восхвалять каких-то конкретных политиков и созидать разнообразные добродетели с помощью этого восхваления. При том, что сам Сократ никаких разнообразных добродетелей созидать как бы не собирается, потому что не может. Если в этой иерархии поэзия выше, чем политика, а зачем поэтам восхвалять и прославлять политиков? Хороший вопрос. Кого изначально восхваляют, прославляют поэты? Богов. Свет ясный и понятный. Но Сократ говорит, все хотят бессмертия. Но у людей, в отличие от животных, есть второй способ. Это слава. Слава эта связана с коллективом, с политикой. Коллектив помнит тех, кто сделал благо коллективу. Каким образом коллектив помнит тех, кто сделал благо коллективу? С помощью традиций, с помощью поэтов. А это значит, что если политики только воплощают традиционные идеалы, поэтические идеалы, то поэты эти идеалы расписывают. Поэтому поэзия оказывается выше, чем политика. И именно поэтому политика поэзии нужна. Коллектив, это в основном ремесленники, это в основном люди, которые связаны с политикой. Да, ни в коем случае. Это полис. Все граждане полиса напрямую связаны с политикой. Да, но не все могут даже выступать на собрании. Нет, все могут выступать на собрании. В определенный промежуток. Ну, то есть с определенного возраста. Когда она собирается. С определенного возраста, да. Вы также можете сказать, а как же женщины? Но проблема-то в том, что женщины тоже гражданки. Просто у них, как и у детей, есть свой представитель в народном собрании. Не надо туда ходить. Он защитит их интересы. Банально, потому что их интересы, это его интересы, потому что он любит себя. Это подошло бы для тирании, но не подходит для греческой демократии. То есть так как все заняты политикой, большинство, они все заняты политикой, правильно? Все граждане, забы, не заняты политикой, да. И метеки не могут быть заняты политикой, но все граждане полиса заняты политикой. То есть мы тут ориентируемся на большинство. Чем занято большинство, тем, естественно, большую славу, если мы их прославим, поэт как бы и получит. Если мы им поможем, да. То есть если мы объясним, как коллективу жить лучше. Во все эти тайны твоей любви можно, пожалуй, посвятить и тебя, Сократа. И вот вторая половина речи закончилась. Первая половина речи объясняет нам, что такое Эрос, каковы его дела и каковы его свойства. И мы приходим к тому, что Эрос – это психологическое явление, а не Бог. Вторая половина речи связана с тем, как Эрос, как психологическое явление, а не как Бог или демон, проявляет себя в окружающем мире. Вторая половина речи заканчивается восхвалением поэзии и политики. Вернее, политики и поэзии, потому что поэзия выше. После этого Диатима начинает говорить про таинство. Таинство – это, собственно, язык мистерий. Вы заметили, что со временем ее диалог с Сократом переходит в монолог, он больше ничего не говорит. Так вот, в последней части ее речи будет только монолог. Даже не будет вопросов, утверждений или замечаний от Сократа. То есть, так как она начинает говорить все более страшные вещи, все более сомнительные вещи, Сократ не должен ни подтверждать, ни опровергать, и он больше ни в чем не участвует. С другой стороны, мы можем вспомнить, что в диалоге Сократ-Диатима… Диатима – это Сократ, а Сократ – это Агафон. Те две части диалога Сократа и Диатимы, тот диалог Сократа и Диатима, который мы имеем, с начала аффициации Сократа и спустя какое-то время вот этот разговор о поэзии и политике, это все еще разговор Сократа и Агафона. А вот теперь, когда речь заходит о таинствах, это больше не обращение к Агафону. У Агафона есть свой предел, он только что был достигнут. Он, как поэт, должен верить, что поэзия достигает бессмертия через своих детей, рассказывая о разнообразных добродетелях через политику, через историю о великих политических деятелях прошлого. Следовательно, мы должны спросить, к кому теперь это обращение? И у нас нет другого выхода, кроме как ответить к нам. Мы должны двинуться дальше, чем Агафон. Эта инициация уже наша инициация. И тот факт, что эта инициация снова подчеркивается уже не тем, что это начало, а тем, что она впервые начинает использовать язык мистерий, таинства. Что же касается тех высших и сокровеннейших, ради которых первые, если разобраться, и существуют на свете, то я не знаю, способен ли ты проникнуть в них. И Сократ говорит нам то, что Диатима говорит Сократу. Сократ не уверен, что мы можем познать то, что он сейчас собирает сказать. Но, как Диатима, он говорит нам, «Сказать о них, однако скажу», продолжала она, «за мной дело не станет». Но, как Диатима, он все равно продолжает разглашать мистерии. И понятно, почему. Если это письменный текст, который пройдет через века, рано или поздно он встретит того, кто способен следовать за Диатимой и дальше. Это высшая точка, финальная точка, последняя точка, после которой Сократ уже ничего практически не будет говорить, или больше ничего не будет иметь в виду, потому что придет алкевиат, и все закончится, и пир закончится. Эта высшая точка должна маркировать и маркирует нам точку зрения самого Сократа. Все, что до этого говорила Диатима, нужно было для инициации Агафона. А вот теперь она будет говорить то, что нужно для инициации настоящего философа. То есть она должна как бы вложить нам не то, что Сократу нужно для того, чтобы совместить Агафона, а то, что Сократ действительно хочет и имеет сказать. Так попытайся же следовать за мной, насколько сможешь. Да. Предыдущие таинства Сократ может постичь, а эти таинства уже не может постичь. Но это ее не забыли. Кто хочет избрать верный путь ко всему этому, должен начать со стремления к прекрасным телам в молодости. Это перед нами лестница Диатимы. Если ему укажут верную дорогу, он полюбит сначала одно какое-то тело и родит в нем прекрасные мысли, а потом поймет, что красота одного тела родственна красоте любого другого, и что если стремится к идее прекрасного... Эйдес, к образу прекрасного. Она не говорит идее. И что если стремится к образу прекрасного, то нелепо думать, будто красота у всех тел не одна и та же. Итак, начало положено. Одно прекрасное тело, какое это прекрасное тело, которое приводит к рождению прекрасных мыслей. Это больше не прекрасные речи, в смысле не произведения искусства, не стихии, и не политика, и не экономика. Это только прекрасные мысли, которые никуда не ведут, потому что они ни во что не выражаются. В смысле у них нет материального выражения. Да. Если... Я так понимаю, что вам следует то логике диалога... Не диалога, логике, которая... Ну, то есть, как в Афере, как в Снегере. Но, с другой стороны, мне кажется, что в данном случае начать с усмирения прекрасных тела в молодости, если не каждый день на дорогу, он подойдет сначала какое-то тело, тратить на прекрасных мыслей. Не есть идея ускусства тела. Я понял. Да, 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 да. Не получится, потому что Сократ уродлив всегда. Он с самого начала уродец. И следующий шаг. Аппо Ладон лысый, а Аристодем карлик. То есть, он полюбит прекрасное тело. В смысле, он увидит не себя, а что-то другое. И в этом, и в этом родит прекрасные мысли. А как прекрасное тело порождает прекрасные мысли? Прекрасное тело хочет заниматься только телесным. Какие прекрасные мысли порождает у вас прекрасное тело? Например, кроме эстетических, никаких. Ну, не хотите красивого мужчину? Допустим. Это разве плохая мысль? Это прекрасная мысль? Нет, это прекрасная... Прекрасная мысль. Прекрасная мысль. А что это за прекрасная мысль? В первую очередь, как мы можем понять? Родить в красоте. Видите прекрасное тело, ваша первая мысль сойтись с ним и, наконец, родить в красоте. Затем будет следующее, когда вы примете прекрасную душу, ваша мысль будет сойтись с ним и родить в красоте. В смысле, создать нечто прекрасное, да? Я-то, скорее, склоняю вас думать не про это, а про движение. В смысле, от одного прекрасного тела идет... Ну, давайте вот это. Поняв это... Поняв это, он станет любить все прекрасные дела. А тому одному охладеет, ибо сочтет такую чрезмерную любовь ничтожной и мелкой. Итак, против телесной любви невозможно обосновать выбор одного партнера, потому что красота тела всегда красота. Она едина для всех. Давайте я сформулирую простой тезис о красоте. Красота в разнообразии. Вы идете по магазину и видите красивые туфли, а потом видите совершенно другие туфли, которые тоже оказываются красивыми. А потом видите третьи, которые совершенно не такие, как предыдущие две пары, и они тоже оказываются красивыми. И в этом смысле сделать какой-то выбор абсолютно невозможно. Теперь подумайте не о туфлях, а о партнерах. Происходит ровно то же самое. Так как красота не универсальна, в смысле универсалий красоты в том, что она не универсальна, то вы всегда можете найти не одного прекрасного партнера, а двух, трех, четырех и до бесконечности прекрасных партнеров. Да, и оно ничего не рожает. Вы хотите с ними сойтись? Да, но нет скачка этого. Как это? Это и будет скачок. Дети, это и будет скачок. Да, окей, дети. Но перед тем, как у вас появятся дети, у вас появятся прекрасные мысли о том, чтобы завести пару карапузиков. Они переходят от всех тел к душе. Как этот скачок? Нет, когда вы видите одно прекрасное тело, у вас появляются прекрасные мысли. И? Это, вы понимаете, это и есть эти самые прекрасные мысли. Какие? Родить ребенка? Да. А как скачок на душе? А потом следующий шаг. Вы говорите себе, какой сладкий мальчик? А потом видите второго и говорите, ой, какой сладкий мальчик? А потом видите третьего и говорите, ой, какой сладкий мальчик. А дальше происходит скачок. Вы говорите себе, нет смысла любить этого конкретного сладкого мальчика, потому что, ну, в смысле посвятить себя целиком ему и детей от него завести. Потому что он ничем не отличается от этого, а он ничем не отличается от этого, от этого, от этого, при том, что все они разные. И тогда вы говорите себе, в них есть что-то общее, они все абсолютно различны, все выглядят по-разному, но вы почему-то всех их считаете красивыми. И это и есть переход к Эйдосу прекрасного, к Эйдосу красоты, к образу красоты. А образ красоты, это, простите меня, есть созерцание. Он сочтет такую чрезмерную любовь, ничтожную и мелкой. И почему любовь к одному прекрасному телу чрезмерная любовь? Еще раз, поняв это. Поняв это, он станет любить все прекрасные тела, а к тому одному охладеет, ибо сочет такую чрезмерную любовь, ничтожную и мелкой. Любовь к одному телу чрезмерная любовь, любовь к одному телу неумеренная любовь. Умеренная любовь, это любовь ко всем прекрасным телам. То есть вы понимаете, что если красота в разнообразии, и красота разнообразна, и она все время разная, то у вас нет основания выделять одно красивое тело над всеми остальными красивыми телами. И тогда вы говорите себе, если я сознательно ограничиваю себя в пределах одного красивого тела, это чрезмерность, это неумеренность. Наоборот, абсолютно умеренный шаг – это распространить вашу любовь на все прекрасные тела. Почему она вся? Потому что дальше вы идете по нарастающей. Вы переносите любовь на два красивых тела. Они все разные. Но красивые тела не ограничаются двумя. Вы говорите, хорошо, надо добавить третьего, потому что есть третий красавчик. Потом четвертого, пятого, шестого, седьмого. И так до тех пор, пока вы не обозрете все прекрасные тела. А это невозможно за одну человеческую жизнь? То есть мы не все тела, а вообще? Да, да, да. Но это невозможно за одну человеческую жизнь. Именно поэтому вы очень быстро делаете любовь. Это же восхождение. То есть самые ничтожные люди, самые неумеренные люди, самые жалкие люди останавливаются на одном прекрасном теле. Некоторые из людей, жалких, ничтожных, неумеренных людей делают такие следующий шаг. Два прекрасных тела, три прекрасных тела, все прекрасные тела. Но это тоже всего лишь чапа. И следовательно, вы можете двинуться дальше и сделать следующий шаг, о котором сейчас и пойдет речь. Отвечаем уже не Федору, а Пацанину. После этого он начнет ценить красоту души выше, чем красоту тела. И если ему попадется человек хорошей души, но не такой уж цветущей, он будет вполне доволен, полюбит его и станет заботен о нем, стараясь родить такие суждения. Речи, такие речи. Такие речи, которые делают юноши лучше, благодаря чему невольно постигнет красоту нравов и обычаев. И увидев, что все это прекрасное, родственное между собой, будет дать красоту тела чем-то ничтожным. Итак, красота вначале, красивые мысли. Затем красота дальше, красивые речи. А затем благо, речи, делающие юношей лучше. Здесь же вместе с тем, как вы можете заметить, возрастная прогрессия. Он встретит не такое цветущее тело, он будет вполне доволен, полюбит этого старика и станет заботиться о нем, стараясь родить такие суждения, которые делают юношей лучше. Это еще и возрастная прогрессия. И у меня тут же вопрос. Почему он от обе души прекрасной не переходит ко всем душам и сразу идет к науке? Вот! И это хороший вопрос. Потому что Сократ должен скрыть уродливую часть Эроса. Или, если хотите, по-другому. Потому что, возможно, Аплодор... Не-не-не, не будем туда ходить. Давайте оставим на уродливости. Сократ, как расскажет нам Алкириат, одинаково любит всех красивых мальчиков. В смысле, не любит их вообще. Так делает вид. В чем он их убеждает, этих красивых мальчиков, чтобы они были с ним? В том, что существует душа, и у Сократа красивая душа. В смысле, главное, заботься о душе. Главное, какой ты внутри, а не какой ты снаружи. И прочие ужасные глупости. Проблема-то заключается в том, что, на самом деле, Сократ не отличает хорошие души от плохих. Он не любит хорошие души. Но если он не любит хорошие души, мы тут же задаемся вопросом, о чем он все время о них говорит и всех убеждает, что они должны обладать хорошей душой. Чем отличается от того, что, как если бы он убеждал их, что они все должны быть красивые и напомаженные все время? Вот он указывает нам на решающую проблему. Проблема, которая для нас уже с вами не кажется такой серьезной, потому что мы уже сказали, что идиотима-то как раз в бессмертие души не верит. И раз Сократ это идиотима, то, скорее всего, Сократ тоже ни в какое бессмертие души не верит. И если не верит ни в какое бессмертие души, то мы можем предположить, что никакой души-то и нет, а есть некий набор психологических качеств. И в этом плане, если вас интересует психологическое качество, вас не интересует весь набор, а значит вас интересует не душа человека в целом, а некое качество, которое также присуще любому другому. То есть вы заинтересованы уже не в душе, а в качестве. И? Ну, и вы становитесь исследователем. Нет, а почему одной? Почему я не исследую дальше других? Да, естественно, потом и всех остальных, конечно. Она же говорит только об одном человеке и сразу переходит к наукам. Здесь сказано красота нравов и обычаев. Да, да, да. Поэтому здесь уже не имеет значения в одной или в одной. Не, не, красота нравов и обычаев это как раз алистофан, да? То есть это восхождение. Да, да, да. Сейчас мы говорим именно о душе. То есть она говорит, тут попадется человек хорошей души, но будет заботиться о нем. Да. Почему не о других и еще? Да, ну так, а я же объясняю вам почему. Не, 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 смотрите. Потому что Сократ не может сказать этого вслух. Потому что тогда у его ученика, присутствующего здесь, и у нас с вами, а у нас с вами обязательно, потому что он это скрывает, встанет вопрос, что же получается, Сократ, ты не любишь никакие души? А ты-то какой? Конечно, никаких душ он не любит. С помощью этого приема сокрытия Платон указывает вам на проблему. И если вы видите ее, вы молодец и делаете соответствующие выводы. То есть тот факт, что указан только один человек, говорит нам о том, что... Нет прогрессии, которая явно была в предыдущий раз. То есть, смотрите, Дятим ведь говорит, сейчас я тебе сообщу таинство, а ты попробуй следовать за мной. Вы смогли проследовать? Вы смогли. Отлично. Но большинство-то не смогло. Но проблема-то в другом. Сократа любит вообще ничего из-за того списка, кроме 181. Да, 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 абсолютно правильно. Но, смотрите... Есть смысл говорить об этом, что он не любит цвет и красные души? Есть смысл говорить об этом, потому что большая часть учения Сократа, внешняя часть учения Сократа, основана именно на этой концепции, что Сократ любит прекрасные души и сам обладает прекрасной душой, и, соответственно, ждет, что его полюбят в ответ. Ему нечем соблазнять богатых, родовитых, красивых мальчиков, потому что он нищий, безуровный уродец. И тогда он придумывает штуку, которая позволяет ему говорить, я стою выше вас, красивые мальчики, а ну-ка догоните меня. И они начинают за ним гнаться. Но этой штуке на самом деле нет. Это всего лишь прием, это всего лишь ключок. Это приближает нас к ответу на вопрос, что такой философ или что такое философия. Мальчик. Нет, ну это понятно. Это же несложно понять. Есть подозрение, что прекрасная душа только одна, потому что она заплакала секретарь. Уммм. У нас нет много прекрасной души, потому что... Это... Ой. Это тоже ответ. Та интерпретация, которую я полагаю, естественно, не окончательная. Но тогда это очень жестокий ответ, потому что получается, что, как говорим, все присутствующие, кто двинулся дальше тела, должны полюбить меня. Потому что только я и обладаю прекрасной душой. Хорошо. Ну, это менее жестоко, чем больше души не может. Ну, хорошо. Хорошо. Вот. Главное, что это все-таки ответ Повсания. И чем не вопрос? Да. Это лестница определенная. И так как мы видим, что Сократ не следует ступеням этой лестницы... Почему? Мы можем сказать, что он через них через все прошел. А я просто полосу скажу. Да. Он телами же... Уже нет. Ну, так ровно, когда вы понимаете, что после одного красивого тела следует два, а после двух следуют все, после красивых тел вообще следует красивая душа. То есть, как только вы начинаете видеть красоту души, вы уже больше не различаете между красивыми мальчиками. Они все на одно лицо. Я поняла. Но тут же, смотрите, тут как бы как руководство к действию. То есть, мы должны сначала первый этап идти, потом... Да. Он же не проходит этот этап. В смысле? Сократ уже все прошел. Он на последний. Он не спал с мальчиками. Сократ не спал с алкевиадом. Но он не спал с алкевиадом уже гораздо позже, чем поговорил с Диатимой. Более того, если вы заглянете в оригинал, вы увидите, или вернее чуть-чуть тнее, Диатима скажет, вот Сократ, поэтому ты и должен прекратить любить своих мальчиков. В смысле, когда Диатима говорит с Сократом, когда Сократ говорит с Агафоном, Агафон и Павсаний все еще сходятся вместе. Ну, это Агафон и Павсаний. Я про Сократа. Все-таки мы можем? Значит, он... Когда-то, да. Когда-то, да? Но он же женился и завел детей. Да. Ну, окей, хорошо. И можно даже продлить эту шутку дальше. Мы знаем, что у Ксантипы отвратительный характер, невыносимый характер. У нее отвратительная, улыбливая душа. Ну, может быть, она, значит, в модели 90-60-90 была, когда он на ней женился. Хорошо. То есть мы не знаем, когда Сократ буквально перестал любить мальчиков. Мы знаем, что перестал любить мальчиков. Когда перестает. А? Когда перестает. Ну, не надо так. И давайте прямо сейчас устроим призыв, если у вас больше нет вопросов. Да. Хорошо. Спасибо.